Своего 50-тысячного пассажира определила авиакомпания «Хабавия». Она занимается внутрирегиональными перевозками. Такого пассажиропотока «Хабавия» достигает второй год подряд. Кому из жителей края повезло на этот раз, узнала Арина Солдатенкова. Рано утром в понедельник в Хабаровском аэропорту пассажиры, вылетающие в Аян и Нилькан, проходят регистрацию на рейс. Одного из них ждет сюрприз. Константин Викторович, вы являетесь 50-тысячным пассажиром. Отлица авиакомпания вас поздравляю. Сейчас мы вас оформим и зарегистрируем. Дальше мы вас подойдем и еще раз поздравим. Неожиданная удача застала Константина Вахтушкина врасплох. Наградить пассажира приехала министр транспорта и дорожного хозяйства региона Ирина Горбачева. Возвращаем сертификат, который дает вам право совершить в течение всего 2023 года поездку по рейсу Хабаровска-Ян в любое удобное для вас время бесплатно. Константин Вахтушкин живет в Аяне уже девятый год. В Хабаровск мужчина чаще всего прилетает в командировку. Бесплатный билет, возможность вернуться в краевую столицу без повода. В этот раз удалось совместить приятное с полезным. Если командировку будут, буду пользоваться. Конечно, неожиданно для меня. Большое спасибо. Клюшку ценную купил. Поэтому заказ был на Новый год. А да, с подарками на Новый год. Пассажира потока в 50 тысяч человек авиакомпания Хабавия впервые достигла в прошлом году. В этом рекорд удалось побить даже раньше. Это связано с увеличением количества регулярных рейсов в труднодоступные районы края. Например, в Чумикан, Охотск и Херпучи. Кроме того, за два последних года авиапарк перевозчика пополнился двумя новыми самолетами Ан-24 и Л-410. Сейчас у Хабавия 12 самолетов. Для перевозок в труднодоступные районы выделяются значительные субсидии. Естественно, пополнение парка повлекло за собой привлечение летного состава. За прошедшие менее чем два года мы приняли на работу 26 пилотов. Самыми востребованными полетными направлениями из Хабаровска остаются Охотск, Николаевск-на-Амуре и Аян. С 1 января 2023 года льготных перелетов для пассажиров внутри региона станет еще больше. Добавились новые категории. Женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Плюс молодежь раньше могла пользоваться субсидированными рейсами только с мая по сентябрь. Теперь мы с 2023 года по поручению Михаила Владимировича данные льготы можно воспользоваться уже с 1 января. За год компания планирует совершить на 101 вылет больше, чем в прошлом году. За 11 месяцев этого года их было более 1200. Что касается рейса с 50-тысячным пассажиром, его пришлось отложить на сутки. Часто случается так, что погода вносит свои коррективы в летное расписание. Вот и сегодняшний рейс из Хабаровска в Аян и Нилькан перенесли на завтра по объективным причинам. Из-за плохой видимости и сильного ветра. Арина Солдатенкова, Вячеслав Бончужный, телеканал «Губерния».